привет меня зовут лиза рада видеть вас на своем канале который посвящен изучению электрохимии сегодня мы рассмотрим как изменяется поверхностное натяжение ртути в зависимости от электрического заряда и проведем эксперимент под названием ртутное сердце для эксперимента нам понадобится чистая ртуть раствор серной кислоты и небольшое количество соли бихромата калия в этом растворе ртуть окисляется а на ее поверхности образуется пленка сульфата ртути ртуть оказывается заряженной положительно по отношению к раствору поэтому со стороны раствора у границы раздела будет избыток отрицательных ионов присутствие положительно заряженных ионов ртути на поверхности металла неизбежно приводит к появлению сил отталкивания поэтому поверхностное натяжение на границе ртуть раствор не может быть высоким и капля сплющивается принимая более плоскую форму в момент когда ртуть прикасаются к железной проволоки образуется краткозамкнутый коррозионный гальванический элемент в котором ртуть играет роль катода а железо анода железо растворяется а сульфат ртути восстанавливается до металла при этом потенциал ртути смещается в сторону более отрицательных значений вследствие ее катодной поляризации часть ионов ртути при этом будет нейтрализована электронами и заряд ртути снизится это приводит к уменьшению силы отталкивания между поверхностными ионами ртути а следовательно повышает поверхностное натяжение капля сжимается и контакт с железом теряется затем в растворе поверхность ртути снова заряжается поверхностное натяжение уменьшается капля расплывается соприкасается с проволочкой и процесс повторяется такое уменьшение и увеличение поверхности капли происходит ритмически и продолжается довольно долго почему и получила название ртутного сердца если вы хотите изучить этот вопрос более детально можете посмотреть плейлист электрокапиллярные явления не забудьте подписаться на мой канал и продолжайте учить электрохинию я провалила эксперимент попробую проволочкой потыкать ну может что-то и получится